Я знаю, что бабушка рассказывала, что они в Орле были, когда немцы пришли. Сначала пришли вот в этих серых мундирах, ну солдаты. Я родилась в Топадово, он закрыл Сазонск. То есть претензий типа никаких. Потому что как-то там тяжело было нести, они воду прямо приносили. И то, ну типа более или менее нормально. А потом пришел где-то через неделю две СС. А солдаты пошли, да, ну СС или Гестапо, да. В черных мундирах. И вот, говорит, тогда вот началось очень тяжело. Не СС, а СС. Например, у моего деда в селе Белорусской, в Маритоне. Ты же помнишь, дед? Ну да. Когда немцы пришли, так были неплохие, говорит. И приносили, ну правда, говорит, не культурные были. Вот это, говорит, подпустят за столом. А другой, говорит, гуд, гуд, хорошо, хорошо. Вот то ихнее, это самое. Да, это самое. А потом, когда они уходили, уже уходили, и они говорили, придут очень-очень плохие люди, говорит, каратели. Так, говорит, прячьтесь. Так они поховались в погреб, да, погреб в Лоханке или как там, погреб. Вот, и сидели там, пока здесь они, потому что они наши наступали. А потом, это самое, когда слышат тишина такая, все такое. Вот, и деду, говорит, этому своему сыну, ну, побачивает, что там делается. Он говорит, да не кодеки, говорит, ходят, говорит, длинных свиток, длинных свиток, ну, шинель. Вот, о, говорит, то наш, выходцы. И тогда они уже повыходили. А, тогда это уже, когда немцы отступали. Это когда немцы отступали, да, отступали. Тогда дело в том, что солдаты... Ну, что предупредили, сказали, что прячьтесь. Да, потому что вот эти вот, и полили, не солдаты же полили сами, ну, да. А вот эти части, специальные вот эти, церкви, карательные вот эти. Жили же дома, взрывали, людей гоняли, стреляли. Так что вот эти вот. Ну, давайте. На здоровье. Я слышала по радио или по телевизору, по-моему, по радио. Что, а потом по телевизору. Где-то наши были за границей, и они должны были где-то там остановиться. Ну, или спортсмены, или кто-нибудь там, я не помню. Я не помню, что, может, было войной. Ну, просились ко мне, а он не разрешил. А почему? Потому что ему руку оторвали во время, под Сталинградом. Представляешь? Руку оторвали под Сталинградом, и он решил, нельзя на квартиру, на это. На поселение. Руку оторвало. А сколько наших положило? Расскажите, вы, кто-то. И я вспоминаю, даже я вспоминаю, как по вагонам ходили эти... Калейки. И говорили, калейки на этих каких-то... Ну, особенности по селу не столько было. Да. Ну, я знаю, что их там в каком-то году собрались, их и вывезли. Просто, далеко, за 101-й километр. Нет. Да? В этих домах, эти самые, лечили, их содержали, там вот этих вот. Не было того, чтобы их... Не, не то, чтобы их из городов вывозили. Может, там в дома, может, в санаторий, может, там в села какие-то. Но, чтобы в городах их не было. Собирали потом инвалидов этих. Инвалидов надо было. Навели потом, в этом деле. И все равно у нас остался холодок такой с немцами? Да, ну, да, конечно, Господи, да. Нас где-то на Шулявке, перед освобождением Киева где-то, летом, когда немцы отошли за Днепр, где-то месяца два немцы стояли в артиллерийской батарее. Там были сараи же, вот эти, биндюжников. И вот, немец уже тоже, не вся артиллерия была на машинной тяге. На средние вот эти пушки, легкие, кони таскали. Где-то типа 75-миллиметровые, 80-миллиметровые. Так на конной тяге были. Здоровые такие битюги были, здоровенные такие лошади. Они стояли. Так в основном нормальные люди были. У нас жил немец августа до сих пор. Молодой парень. Свой карабин наш держал. И жрать их давали, это самое, придуршал. Да, вот это вот, когда стояли, да, вот свое это самое. И сам приносили, и это, и тело приносили. И его пригощали, когда это... А вот когда уже карабин должен, так они предупредили. Сельский парень. А потом он это самое, их бросили, когда наши прорывались, эти плацдармы. Их батарею туда послали в бой. Где-то через две недели она вернулась. Кони израненные. Солдаты многие погибли, но не было. И вот Август показывает этих лошадей, а он был ездовым. Вот про лошадях. Ну и показывает коней, что израненные, что то его убили, там называет, кого это самое, того ранили. И плачет. Плачет. И плачет, что жалко, что вот такой, что капут будет. И потом они, видно, погибли. Потому что последних их, перед тем, как нас выгнать, немцы выгоняли скидли, их туда послали на передовую, ушли. И видно, там они погибли. в этой пыльщеводнице. Потому что там мало кто оттуда уцелел. И мать рассказывает, что она их погнала из Киева, и мать пошла, думала, что мы в Сетняках, по Житомирской трассе. А немцы не дали по этой трассе отступить нам. Повернули, забита была немецкая техника. Немцы. Отступали, выгоняли, что они возглавляли. А мать пешком, а мы на подводе были. И говорят, так немцы бежали, без оружия, в чем это самое, бежали оттуда, выскакали. Потому что Киев могли окружить, захватить немцы. Поэтому здесь боев не было уличных. Боялись, что второй Сталинград будет окружать их здесь, в Киеве. и они убегали туда в сторону Житомира и в сторону на юг туда, на Белую Церковь, туда вот, основная масса, на Житомир. Наши за два дня Жатки освободили, потом прошли на Житомир. Туда. Но под Житомир, потом же они вернулись из Житомира. Да, контрудар Майнштейн совершил. И они где-то вот до 50, за 60 километров Киев остановили, как раз пару бежев, вот с седяком, там вот рыжка протекает, по рубежам это. Задвиж вот эти. Да, вот это вот. Ну там вот страшные бои тоже были, тяжелые. И вот это вот дед моего, Жоркин, моей первой жены, отец, здесь воевал под Киевом, это противотанковым полком. Он даже был награжден орденом. Дед кого? Жоркин дед. Динкер, отец. Так что он, кем он был? Он в артиллерийском полку был связистом. Его наградили горденом даже за эти бои, только, уже не помню, за что. Большим орденом, горденом Ленину, по-моему, обеспечен. Короче говоря, за форсирование, за это, так что. Вот это же, это же Брусиев уже тоже, где перешел, немцы отбили его, и вот на этих рубежах как раз и остановили где-то немцы, а потом контракт атаковали, ударили, и опять захватили в плечи, и то же погнали немцев, и они, что-то попали в плечах под этим, Корсом Шевченко. Это же операция была. А когда бендюжники в Киеве перестали быть нужны? Ты знаешь, еще в 50-м году были, ездили на подборах. Да? Да, в 52-м ездили, еще не, а потом уже. А там же как-то были пролетки, были эти самые экипажи, были, телеги были? Нет, это пролетки и раньше перестали, вот извозчики, которые часть, то же после военной частники еще были на этих лихачах. Ну, пролетки вот эти. Ну, типа такси? Да. Где-то еще в 46-м, 47-м, а потом их налогом обложили, стали появляться машины, победы вот эти вот такси. А в каком году первые такси появились? Да, где-то в году, наверное, в 50-м. А метро, с какого года? Ну, метро уже, по-моему, 6-м. Но трамваи уже были? Трамваи были. А маршрутные автобусы были или только трамваи? Нет, маршруток не было. Ты не будешь? Ты что, пусть будет? Пить? Нет. Я имею в виду маршрутные, ну, автобусы, которые по маршруту ходили, не маршруток. Маршрутки, это у нас вот только появились. Тарелки еще надо? Нет, так же, по-моему, папа спрашивает. За годы 50-х, потому что 50-х, я на работу ездил уже или автобусом, или троллейбусом. А где вы жили? На Шулявке, где керамины. А, там, скорее всего, что вы двойкой ездили, автобусом. Вот этот вот маршрут двойка, он до сих пор, он объезжает вот так вот, в Шулявку, все заводы, завод ЛЭПСа, Киевприбор, точки, и в прибор. Я ходил двойкой, девятка, они так, все затратные, это самое. Двойка еще ходит, девятка, я не знаю. Но ездил я в основном, это или троллейбусом, или трамваем, ходил же трамвай, аж святошком. Ходил. И по Бреслитовскому сразу, да, посредине ездил. Не знаю. Нет, он ездил вдоль забора, политического института. Поставьте, ну конечно. Там, где политический институт, стоял забор, огражден был забором, таким, кирпичной решеткой, и вдоль этого забора ходил трамвай. Он ходил, нефтебазов же еще было, там, где от Бермудский Теголь, там нефтебазовые, огромные эти баки стояли, с нефтью озера там были, он еще так огибал, ходил по проспеху, ну по бульвару Шевченко, вдоль бульвара, вот бульвар же вот этот, который идет. Ну наверх, от площади Победы, до Бессарабки. Да, ну до Бессарабки трамвай туда не ходил, он ходил по Саксаганскому. А, ну вот эта линия, когда там, я уже жил на Саксаганскому, еще была эта линия. Да, он ходил по Саксаганскому, да. Там был 1К и 1, которая ходила аж до Дворца Спорта. 1К ходил, 23-й ходил, 9-й, 10-й. Пятерка еще ходила, но она ходила по Урицкого. Ходила, так что, вот эти вот. Ну а, так я на работу в 52-м году ездил троллейбусом, троллейбусом, утром там были забитые, что мы брали, висели, дверь не закрывалась, и висел, так едет, из дверей такой пузо поцеплялись. И ты что, фотографируешь, да? Да. И сзади я часто ездил, вот такой вот буфер, там такая вот лестница. Сцеплялись на этот буфер и держишься за это. Человек 5-6 ездил. Трамваи ездили, и там, и ехал до гарматной, а там уже 15 минут. Сколько же вы на работу добирались? За полчаса. Не, ну тогда другое время было. Утром встал, какой телевизор, какие новости, чай выпил, яичницу съел и бегом на работу. Умылся там, я правда делал зарядку, целый час делал зарядку, там, холодной водой обливался, гимнастику этой. Для меня это на улице же умывался, в любое время года. А у вас была ванна то ли? На улице? Ну да, на улице. Ладно, какая ванна, в баню ходил, и я спортом занимался, в спортзале. Раньше бани были, сейчас там называется сауна, да еще и тем. Не, сауна, ой, Валентина Ивановна. Что? Ну так, у нас баня тут вот была, но ты не знаешь, где? Не, ну, если мы с Таней ходим в сауну, это не знаешь, мы где-то ходим с девочками. Там баня. Ну я здесь в баню уж никогда не ходил. Вот, и это самое, там были парная, в четверг. Вода была, дед ходил туда. А все остальное, это самое. По-моему, без веников он туда ходил. Ходил все время. И отец с Вален ходил туда. И мама ходила в баню. У нас не было в баню тогда. А где он в баню? Так, где Ваш? Вон, налей компота? Да, я сейчас принесу стакан, чеснок, туда-то чашу. где же? А, чашу. Тогда не надо. Ты же туда спать пришла? Еще не спала, вот первый вот день. Да, переходи, чтобы не мешать им тут. А я не буду. А может быть, Адаша, ты же понимаешь, а ты-то души. Ой, ты там знаешь, мешай, ну Валя, ну ты как ребенок. Ну я не ребенок, чего-то. Я, как мама, ну они там, есть листерство, мальваются, там путь пятый, все стесняют. Они закроются двери. Ну так что, они себя, ну, они не могут себе позволить, то, что это стало. Ну это тебе кажется. Ну ладно. Из твоей точки зрения. Из твоей точки зрения. Ой, все, калаши. Знаешь, мне тоже тяжело. Я уже в каких только комнатах не спала. И в той комнате спала, и в этой. И у деда там. Это же и была твоя комната когда-то. Где? Ну та. Ну та была. А потом, мы же с тобой, когда это начали жить, мы же в той комнате живем. В той комнате. Это уже потом, когда Таня родилась. Потом, когда дед умер, я в той комнате спала. А мама в этой. Таня в той. А зала была. Один. У всех. Какой жилет? Там не трогать один, два жилет. Кого они? Папе надо. Не надо. Кого? Та жилетом. Тами? Та не надо жилетом. А у всех тарелки едет? Да, у всех. Тарелки, у всех. Это ради меня вы такую морозу затеяли. А какую-то морозу? Ну, что ли? Не морозу. Желешечку? Ну, они готовились. Ну, папа не будет желе. Будете желе? Я попробую. Понял. Ну, папа не будет. Попробую. Надо же отдать, да. Холодное. Ну, оно холодное, тем более, еще папе горло разболится. Конечно. Ну, пусть здесь стоит, нагревается. Все. Кто захочет, тот попробует. Одна, вторая ложечка. Танечка, принеси нам чай, пожалуйста. Я уже увел подарила. Нам всех я имел в виду. Ой. Ой. Нет. Так, есть зеленый, есть черный. А черный. Пытаешь. Так. Заезжаешь туда в жопу? Сейчас нет зимой, летом. Помогаю им там. Тут и тут. Работу. Они там у самого живут, да? Да живут, без выезда уже, фактически. Свое сдают к однокомникам, но это потом. У него хоть пенсия хорошая, зачем на улице? Ну, было 2-100, сейчас уже стало 3. Пятьдесят. Ну, кероному чаю? Да. Ставьте. Спасибо. Он тоже и судился, чтобы ему это, говорит, все это погасили. Он рассчитывал, что такие деньги ему. А здорово даст? Это вы про Жора? Да. Ну, так он же купил себе телевизор. У меня такого нет. У меня он. Купил. Он же надеялся, что ему... Это самое. А ты заходил, дядьки, здоровался или нет? Да нет. Будешь уходить, то хоть поздоровайся. Поздоровайся. То еще обидится, а то сидел такой обиженный, даже есть не хотел, братья. Ну, посмотри. Так он все-таки понимает что-то? Ну, да. На, мой, возьми. Возьми. Клубника свежая. А сахар принесли? Есть там сахар. Папа, ты будешь чай с сахаром? А? Да нет. Да и ложечки там, пожалуй. Держи конфеты. Может, кто-то с сахаром хочет пить. Сейчас попробуем слой кемпея. Это вам посуду кто-то купил, да? Да. Кемпея купили на первую свадьбу. Что? Про наборчик? Да. Это я купил перед кризисом. Да, конечно. Перед кризисом, когда дорожали цены, я заказал его, мне привезли. И стоило не сейчас, сколько он стоит. Какой? Мы не за ложки говорим. Ты чего ему это самое достать? Как слоечки? Ничего. Умею печь, да? Ура, печь научился. Будешь все готовить сам теперь. Да, сейчас. Учись. Я так не умею, что мне учиться. Учись, учись, учись. Умею, я так не умею. Андрей, подай мне. Курочку, курочку. Тебе нег假ite. Учись, учись.